В 1995 году в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО включили первый объект из России – девственные леса Коми. Это самый большой в Европе массив северных лесов. Образец практически нетронутой тайги и тундры. Он растянулся более чем на 300 километров вдоль хребтов Северного и Приполярного Урала. О крае, где берет начало Великая Северная река Печора, слушайте на портале Культура РФ. Горы и равнины. Под названием «Девственные леса Коми» объединены территории, входящие в состав Печора Илочского биосферного заповедника и Национального парка ЮГЫ-2. Здесь, на границе Восточноевропейской равнины и Уральских гор, можно увидеть равнинные и горные реки, низменности, предгорья и самые высокие пики Урала. Горы Народную – 1895 метров, Карпинского – 1878 метров и Монсеньор – 1779 метров. Печора Илочский, государственный природный биосферный заповедник, разделен на два удаленных друг от друга участка. Равнинный участок лежит у реки Печоры, между устьями ее притоков – Половинный и Крутой. Горный участок примыкает с запада к водоразделу главного Уральского хребта. Самая известная достопримечательность заповедника – идолы на горе Маньпопунер. Семь фигур высотой от 30 до 42 метров – это останцы скал, возвышавшихся здесь 490 миллионов лет назад. Обнажившиеся под воздействием ветров, дождей и перепадов температур, позвонки гор сложены из прочных серецитокварцитовых сланцев. Коренные народы – манси, ненцы, коми – поклонялись каменным исполинам, а подниматься на гору разрешалось только шаманам. Были у вождя Куущая дочь, красавица Аим, и сын Пыгрычум. Услышал о красоте Аим великан Торев – медведь, и потребовал, чтобы Куущай отдал ему свою дочь. Но отказалась, смеясь Аим. Разгневанный Торев позвал своих братьев-великанов, чтобы силой схватить Аим. Когда Пыгрычум с частью воинов был на охоте, появились великаны перед воротами города. Целый день шла жаркая битва. Под тучами стрел поднялась Аим на высокую башню и крикнула. «О, добрые духи! Спасите нас от гибели! Пошлите домой, Пыгрычума!» В тот же миг в горах засверкали молнии, грянул гром, и черные тучи густой пеленой закрыли город. А Аим с горсткой воинов скрылось в горах. Когда великаны уже почти нагнали их, в лучах восходящего солнца появился Пыгрычум с блестящим щитом и острым мечом в руках. Пыгрычум повернул щит в сторону солнца, и сноб света ударил в глаза великану. Великан и отброшенный им в сторону бубен стали медленно каменеть. В ужасе бросились братья Торева назад, но, попав под луч, сами превратились в камни. Легенда народа Манси От северной границы заповедника начинается территория национального парка Югыдва, название которого переводится с языка коми как «светлая вода». В парке есть множество туристических троп и особенно популярны маршруты по приполярному Уралу, который привлекает путешественников головокружительными высотами, ледниками и горными озерами. Символ парка – гора Монорага, возносящая на высоту 1662 метра свою зубчатую вершину гребень. Животные и растения По уральским хребтам проходят границы между природными сообществами Европы и Азии. В леса коми проникли многие виды, характерные для Сибири и нетипичные для русской равнины. Здесь встречается сибирский соболь, которого нет больше нигде в Европе. Более того, Печоро-Илочский заповедник – это единственное место в мире, где живут бок о бок соболь, лесная куница и их помесь – кедуз. В 1949 году в заповеднике создали первую в мире ферму по одомашниванию лося. В 1929 году экспедиция под руководством Франца Шиллингера обследовала территорию будущего заповедника. Ученые подтвердили, что нужно принимать срочные меры для сохранения в коме соболя. В противном случае с уверенностью можно предсказать, что соболь будет полностью истреблен так же, как был истреблен бобр. В 1930 году был учрежден Печорский, ныне Печоро-Илочский, заповедник. В 1938-1940 годах сюда завезли речных бобров из Воронежского заповедника. Сегодня потомки тех переселенцев живут на многих верхних притоках Печоры и Илоча. В местных реках обитают семга, таймень, сик, хариус. Всего в заповеднике и национальном парке насчитывается более 20 видов рыб, 242 вида птиц, 49 видов млекопитающих. Здесь можно встретить живородящую ящерицу, единственную в России рептилию, живущую на севере даже за полярным кругом, и реликтового сибирского углозуба, единственную хвостатую амфибию региона. На этой территории 800 видов растений, из них 409 видов – лишайники. Индикатором девственных лесов считаются встречающиеся в коме кальцевые лишайники. На десятки километров в лесах тянутся ягодники. Наряду с брусникой, черникой, голубикой и клюквой здесь собирают княженику, багульник, жимолость, шиповник и плоды еще 12 растений, признанных съедобными. На равнине преобладают еловые и березо-еловые леса. В предгорьях встречается сибирский кедр, в горах Северного Урала, ель сибирская, пихта, кедр и береза. Растущий в лесах коми – минуарция гельма, вудсия альпийская, венерин башмачок, радиола розовая, башмачок пятнистый, пион уклоняющийся, Шеверекия Кузнецова, занесены в Красную книгу России. Люди лесов В 1960 году в Медвежьей пещере в Верховьях Печоры обнаружили самую северную из известных в то время палеолитических стоянок человека. Ученым удалось собрать более 1400 рукотворных каменных предметов. Возраст стоянки оценивается в 18 тысяч лет. Медвежья пещера также входит в число более чем 40 памятников природы, расположенных здесь. Когда-то на территории Коми жили кочевые уральские народы – ненцы – самаять, манси – вогулы и ханты – остяки. В первом тысячелетии нашей эры на север из Поволжья перебрались коми-зыряне, а местные племена перешли за Урал. Уже в XI веке по Печоре и ее притокам ходили новгородцы, торговавшие с Югрой. Так русские называли территорию от Северного Урала до Ледовитого океана. С XII века югорские племена начали платить новгородцам дань мехами, рыбой, моржовой костью, а в XVI-XVII веках местное население стало платить дань уже Москве. Название Печора произошло от имени народа Печера, упоминавшегося в русских источниках XII-XIV веков. Это древнерусское слово изначально указывало на большое количество пещер, среди которых обитала народность Печера. Позже русское название реки вошло в языки Коми и Манси. Но многие географические названия региона до сих пор существуют в нескольких вариантах на языках Манси, Оме, Ненецком и Русском. Например, горы Тельпос-Из, Непуби-Ур, Гнездо Ветров, Народная, Пуэн-Ур, Сабля, Саук-Пай, Монорага, Сизим-Юра, Медвежья Лапа, Монпупунер, Болваноис, Малые Болваны и т.д. После церковной реформы 1650-60-х годов последователи старого богослужебного чина и обрядов устремились на север, подальше от гонений. Во второй половине XVIII века староверы начали заселять Северный Урал, к раскольникам примыкали и местные жители, не попавшие под влияние Московского Патриархата. Леса Северного Урала начали активно исследовать лишь в XIX веке. В 1884-1888 годах по поручению иркутского золотопромышленника Александра Сибирякова проложили дорогу через Уральский хребет протяженностью в 180 верст. Сибиряковский тракт служил для доставки в Европу пушнины, кож, сало, кедровых орехов и, главное, дешевого сибирского хлеба. Благодаря кратчайшему пути цены на хлеб в районе Печоры, где люди прежде страдали от голода, снизились втрое. Тракт активно использовался до открытия в 1896 году движения по Западно-Сибирской железной дороге. По сохранившимся следам Сибиряковского тракта, обнаруженным на территории Национального парка ЮГИ-2, сегодня проходит туристический маршрут. Место на карте – девственные леса Коми, а крае, где берет начало Великая Северная река Печора, на портале Культура.РФ. Продолжение следует...